И я представлю, я буду говорить от имени тоже людей, которые принимали участие в консультациях по вопросам, определяемых на национальном уровне вкладов. Эти консультации стали возможными благодаря поддержке Европейского Союза и в рамках проекта «Устойчивость молодежи к изменению климата». Ну, первое, с чего я хочу начать, это я хочу начать с того, что Кыргызстан – это мы, это люди, прежде всего люди. И, собственно, когда мы говорим о любых проблемах, в частности, о вопросах, связанных с изменением климата, мы должны понимать, что мы должны по-разному оценивать уязвимость. Мы должны понимать, кто будет в большей степени уязвим, кто в меньшей. И, соответственно, любые стратегии политики, которые будут разворачиваться в стране, они должны в итоге финальной, ну, так скажем, и основной целью своей ставить изменение положения людей. И, причем, конкретных целевых групп частично об этом уже затронула Нурзат. И, на самом деле, мы считаем, и вот те мои, я не знаю, друзья, коллеги, общественные организации, представители регионов, они говорили так или иначе об этом. Они говорили о своих, ну, чаяниях, да, о своих сложностях, с которыми они сталкиваются уже сегодня. Поэтому вот это, наверное, лейтмотив всего того, о чем я буду говорить, что Кыргызстан – это люди. И мы должны, когда мы говорим про любые климатические политики и действия, понимать, что человек должен оказаться в центре всех этих перемен, да, в центре всех климатических политик. Ну, вы так или иначе, коллеги, знаете, что такое АНУФ, да, это определяемые на национальном уровне вклады, и они состоят из двух блоков – это митигация и адаптация. Митигация – это сектора энергетики, энергетика, отходы, сельское хозяйство, промышленность, лес и другие виды землепользования. Адаптация – это, опять же, энергетика, вопросы здоровья, сельского хозяйства, водных ресурсов, леса, биоразнообразие, ИЧС. И вот в рамках подготовки этого документа, вы знаете, что финальной версии документа пока нет, да, но тем не менее, те меры, да, которые были положены в этот документ, они обсуждались, и обсуждались в том числе подходы. И было проведено 4 региональные консультации, в которых приняли участие более 200 человек, и вот здесь вы видите представительство, все регионы были представлены. Ну, вот здесь вот Амар, конечно, это просто наша звездочка. Амар, спасибо тебе огромное за ту работу, да, и за ту активность и, ну, так скажем, позицию, да, которую ты несешь, в том числе, там, от имени молодежи, кундуз, да, и так далее. То есть вот по организациям, да, это представители школ, средств массовой информации, органы местного самоуправления, образовательные организации, НПО, молодежные группы и организации, частично государственные органы, но в большей степени как наблюдатели, вузы и наука, да, то есть это те, кто присутствовал и принял участие в консультациях. Вот с точки зрения регионального представительства ситуация обстояла вот таким образом, то есть Чуйская область, Таласская, Оржская, Назгульбак, спасибо большущая, да, Нарынская, даже были представители наших ближайших соседей, Москва, Минск, Кастанай, Иссык-Кульджа, Лабад, Бишкек, Баткен. Ну вот, собственно, о чем в общем, в общих чертах так или иначе говорили люди, которые принимали участие в рамках этих консультаций. Что на самом деле недостаточно осведомлено гражданского общества, с одной стороны, о тех процессах, да, международных, которые сегодня происходят, но с другой стороны и о тенденциях, о тех рисках, которые так или иначе будут реализованы, да, будут развиваться в Кыргызстане. И эта информация крайне важна. Ну, около 80% участников так или иначе отметили, что уже сегодня наблюдаются климатические изменения в их регионах, выраженные в резких изменениях погоды, заморозках, малоснежных зимах в том числе. И это очень сильно влияет на экономическую составляющую, да, вот в том числе, например, из Акширака, Нарынской и Сукульской области люди свидетельствовали о том, что северные склоны многих гор уже сегодня не покрываются зимой снегом, и скот выедает их зимой. И, соответственно, уже весной необходима дополнительная закупка кормов, да, ну и так далее. Вот в случае аномальной жары мы сейчас с вами свидетели, дефицит поливной питьевой воды и так далее. Представители гражданского общества, конечно же, обеспокоены негативными тенденциями, которые сегодня разворачиваются, по-разному они были зафиксированы. Кто-то говорил о проблемах мусора, кто-то говорил о проблемах деградации окружающей среды, но тем не менее, да, вот это был лейтмотив. То есть все говорили о том, что это проблема, да, и на эту проблему нужно обращать все больше и больше внимания. Но при этом, вы знаете, было очень приятно и радостно проводить консультации, потому что практически все те, кто участвовал, они говорили о том, что уже сегодня они что-то делают и готовы действовать. В направлении снижения рисков, начиная от того, что вузы готовы, да, очень многие подключались на волонтерских началах, особенно вот тут нужно подчеркнуть активность молодежи Кыргызстана, да, и, ну вот, желание молодежи Кыргызстана интегрироваться в эти процессы. С другой стороны, вот как уже тоже Мурзат говорила, методологии участия нет, то есть несмотря на то, что, да, молодежь готова и общественные группы готовы, но как это сделать, пока непонятно, да, то есть, и я так думаю, что это на самом деле проблема не только молодежи, да, но и государственных органов, которые пока тоже не очень понимают, как же это должно правильно и верно быть организовано. И, конечно, нам необходимо создание инклюзивной сети, которая могла бы, вот, обеспечить обмен опытом между региональными организациями, организациями, которые находятся в Бишкейке, возле, так или иначе, мест принятия решений, но вот такая сеть нам на сегодняшний день необходима, и она необходима, вот, как, знаете, как китовый уз для корсета, которая бы постоянно, так или иначе, мы могли бы держать друг друга в курсе о тех изменениях, которые происходят в том, в том числе и на уровне политик. Вот предложения участников, они касались достаточно большого спектра, да, практически всех секторов, которые были отражены в АНУ, и даже был предложен новый сектор, и это сектор связанный с городами и населенными пунктами, и вот мои коллеги, которые здесь присутствуют, Дмитрий Витошкин, да, это есть разработки, которые как раз должны лечь в основу этих вопросов. Сельское хозяйство, речь шла о садоводстве, о пашне, конечно, о пастбищах, и здесь речь шла о том, что необходимо оценивать потенциал, тиражировать опыт, сегодня уже опыт наработан в регионах, и вот, например, да, это опыт, вот то, что на картинке, это опыт Чуйской области, когда люди садят растения, дикие растения, это дикие яблони, дикие абрикосы, да, и потом осуществляют прививки более продуктивных растений, да, сортов яблони, абрикосов и так далее, но тогда вот эти деревья и растения становятся более устойчивыми к изменению климата. Знаете, вот тоже было найдено много очень интересных адаптационных практик, которые сегодня уже реализуются, например, это когда абрикосы садят, например, на юге и частично в Сокольской области в колючки, которые имеют очень длинный корень и достают до глубоких вод. И это позволяет вот этим растениям быть более адаптивным и выживать в том числе в ситуации засухи. Внедрение биологических методов борьбы с вредителями, потому что сегодня вредители становятся все больше и больше из-за повышения температуры. И вот речь о том, что нужно фокусироваться на это, и этот опыт уже есть, по крайней мере, в Джалабадской области. Изучение традиционных и инновационных методов по накапливанию снега и воды в садах. Вот это тоже сегодня такой опыт тоже есть, но его надо тиражировать. И, кстати, речь шла неоднократно о том, чтобы происходил обмен опытом между разными регионами, потому что, например, юг уже давно живет в ситуации частых засух, и опыт юга мог бы сегодня пригодиться в Чуйской, Высокольской и даже в Нарынской областях. Так, горные леса и пастбища. Сегодня тоже речь идет о том, что деградация касается их. Важна диверсификация сельского хозяйства, то есть развитие аквакультуры, пчеловодства и различных несельскохозяйственных видов деятельности, чтобы снизить нагрузку на экосистемы, которые так очень уязвимы в стране. Поддерживать женщин и молодежи в управлении лесами и пастбищами, потому что, как показал опыт, они выделяют несколько другие особенности и ценности, когда мы говорим про экосистему. Конечно же, восстановление лесов. Ну и вот, в частности, тоже здесь я привожу разработки биома, но про пойменные леса говорили участники консультации, потому что действительно пойменные леса позволяют сохранять водные ресурсы и снижать риски чрезвычайных ситуаций. Переработка отходов во всех областях этот вопрос был поднят, как на уровне домохозяйств, так и на уровне органов местного самоправления, городов и так далее. Сегодня необходимо уделять этому большое внимание с точки зрения и митигации, и адаптации в том числе. Но это большой, серьезный такой сектор, который позволит снизить, вернее, сделать свой вклад в митигацию. Сегодня во всех регионах эта проблема стоит остро. Экономическое стимулирование на систему вывоза, переработки вторсырья, меры цикличной экономики, поддержка местного производства продуктов питания, снижение упаковочных материалов, организация органических и zero waste магазинов, которые уже тоже у нас появляются, по крайней мере, по органическим опытам, информационные компании, конечно, среди населения. По промышленности. Вы знаете, представители регионов, в частности, это села Сару в Чуйской области, говорили о том, что изменился микроклимат их территории в связи с разработкой, например, пунктора. То есть усилились ветра, потому что, ну, определенно изменился ландшафт, да, и отражающая поверхность также была изменена из-за изменения, ну, вот из-за воздействия промышленности. И речь идет о том, чтобы выделять такие территории, да, где изменился микроклимат и осуществлять фокусные действия, направленные на то, чтобы стабилизировать ситуацию там, да, в том числе, например, за счет высадки садов, да, поддержки и расширения площади лесов и так далее. Ну, и, конечно, информирование населения и активной работы с ними. Транспорт. Вот в АНУ сегодня речь идет о том, чтобы стимулировать электротранспорт, но участники консультации говорили, что не просто электротранспорт, но электротранспорт общественный, например, школьные автобусы. Вот об этом идет речь и что необходимо, потому что стимулирование развития частного электротранспорта, оно приведет к выгодам для очень узкой группы населения. Но при этом, если мы будем стимулировать и развивать общественный электротранспорт, то тогда это позволит привести к мультисекторальным эффектам и, конечно, защитить самых уязвимых. То есть те, кто пользуется непосредственно общественным транспортом, это вот нас с вами, это молодежь, молодых мам, пенсионеров и так далее. Велосипедные дорожки, поддержка молодежи для покупки малогабаритного электро- и велотранспорта, по крайней мере в тех городах, где это возможно, это Ош-Бишкел, стимуляция перехода на урбан-кары с маленьким объемом двигателя в городах и так далее. Лес и биоразнообразие частично коснулось, здесь речь идет только о том, чтобы вспомнить наши обязательства по IT-targets и довести площадь все-таки ОПТ до 10% территории. И это может быть наша амбиция, выработать отдельную национальную цель НАМА по поглощению углекислого газа лесами, потому что сегодня лесной сектор практически в 10 раз уменьшает выбросы углекислого газа и является базовым с точки зрения митигации. Поэтому мы должны не закрывать на это глаза и действительно вот в этом контексте это может быть наша амбиция. И с этой амбицией мы можем выйти на в том числе региональный уровень Центральной Азии и говорить о том, что Кыргызстан несет особую специфическую роль в регионе с точки зрения водной обеспеченности, но это неразрывно связано с работой лесов нашей страны, потому что леса притягивают воду в центр континента. Здоровье населения. Озабоченность была высокая вопросами, связанными со здоровьем населения, в частности это здоровье пенсионеров, уязвимых людей, которые имеют сердечно-сослудистые и другие заболевания. Это возможность наших медицинских сотрудников и ФАПов быть защищенными от тех волн, вызовов, которые будут так или иначе все острее и острее стоять перед Кыргызстаном. Вы видели, что сейчас происходит с ковидом, и они стали на переднем крае, и именно медицинские работники, сегодня та граница между опасной инфекцией и населением, но точно так же они будут уязвимы и к вопросам изменения климата. Когда люди все больше и больше будут обращаться к ним, у них не будет элементарной обеспеченности, например, кондиционерами, для того, чтобы обеспечить минимально необходимые условия, связанные с теплом, связанные с, наоборот, прохладой и так далее. И, конечно, ОРВИ и так далее будут расти заболевания, связанные с изменением климата. Необходимо прямо четко ориентировать свои усилия на систему здравоохранения, на которую все больше и больше вызовов будет происходить. Города и населенные пункты – это те вещи, которые в том числе предложены в рамках консультации. И это в том числе те работы, которые делаются инициативой ОРЧА, и РСТАН и так далее. Это и закон о защите зеленых насаждений, который нам просто сегодня необходим. Это облагораживание и создание набережных зон, которые сегодня есть в Кыргызстане, в Бишкеке в частности. И это должны быть места для прогулки людей, в том числе в вечернее время. Доступ к затененным территориям и озеленение предгорий крупных городов. И озеленение новостроек, которые тоже опыт есть сегодня у общественного сектора. Что необходимо на это обращать особое внимание. Социальные механизмы. Конечно, общественный мониторинг. И вот у Мухгрин сегодня есть такой опыт, который сталкивается постоянно с тем, что ребята, когда общественность уже осуществила мониторинг, каким образом государственные органы будут этот мониторинг акцептировать, результаты этого мониторинга? Или по-прежнему будут также отмахиваться от него? Как с этим быть? Должна быть система. Нужна методика подсчета, каким образом общественность и гражданское общество, фермеры делают свой вклад, в том числе Иванов. Потому что сегодня этот сектор один из самых серьезных, благодаря которому на порядка 20% можно увеличить наши амбиции. Потому что, ну вы знаете, каждый из тех, кто здесь присутствует, уже осуществил те или иные меры, которые, начиная от замены лампочек, высадки зеленых насаждений, которые сделали вклад в снижение, в митигацию, в адаптацию. Но как это учитывается? Где? Кем? Хотя если бы государство разработало такую методику, то мы могли бы говорить о большей амбиции наших АНУ. Методика участия говорила уже. И, конечно, ЮНССИЛЕОН, то есть образование, обучение по вопросам изменения климата, в частности на кыргызском языке, крайне не хватает материалов на кыргызском языке для регионов. И именно по вопросам, связанным со спецификой нашей страны. То есть не вообще о том, что в мире происходит. Будем в рамки времени. Да, все, у меня последний слайд. Но то, что происходит в нашей стране. Ну и это все. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Я думаю, что мы можем так или иначе переходить к обсуждению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok